Результаты всей летней работы трудолюбивых сельхозпроизводителей на прилавках. В Ленске сезон сбора урожаю завершают веселой ярмаркой. Спрос на товары из ближних деревень всегда большой. Продукция свежая, а главное домашняя. Мясо, молоко, овощи ленчане раскупили мгновенно. Что пользовалось наибольшим спросом, расскажет мой коллега из Алмазного края. Продукцию подсобного хозяйства Батамайская в Ленске знают все. Молоко, кефир и творог на прилавках местных магазинов не залеживаются. Зная это, предприниматели собирались на ярмарку в ожидании успеха. Кроме молочных продуктов, привезли и свежее мясо. Сегодня у нас представлена свинина, говядина, ливер. То есть почки, языки, печень. Все мясо свежейшее, приготовлено. Ну, не совсем приготовлено. Было сегодня ночью, готовились к ярмарке. Организаторы ежегодной ярмарки «Золотая осень» постарались представить продукцию всех местных товаропроизводителей и сельских подсобных хозяйств. Здесь можно было приобрести по оптовым ценам самые вкусные и здоровые продукты. На прилавках практически не было свободных мест от обилия овощей, сыров, полуфабрикатов и готовых блюд. Каждый участник старался преподнести свой товар с душой. Не обошлось и без национального колорита. Предприниматель Аганесово-Кисян приглашал гостей на дегустацию фирменного плова. Там есть помидор, там перец, там всё. Этот плов называется татарский плов, который сделан из татара. Это было татарский. Мы готовили сегодня вот этот плов, и весь Ленск знает этот плов, и поставили заказ, заказ принимаем. Покупателей хватало, а вот продавцов в этом году было немного меньше обычного. Сказался ремонт главного здания. Как вы видите, в этом году у нас ярмарка на улице, поскольку на рынке проходит ремонт капитальный. Поэтому ЛОТК любезно пошло нам навстречу и организовали вот такие вот ряды, навесы. И участников в этом году не очень много, поскольку не весь ассортимент можно выставить для торговли на улице. Ярмарка «Золотая осень» позволяет фермерам и предпринимателям закрыть сельскохозяйственный сезон, подвести итоги и вдохновиться на год грядущий, а жителям оценить по достоинству местную продукцию.